С приходом зимы обострились коммунальные конфликты. Разборки между поставщиками, производителями и потребителями иной раз переходят в ультимативную форму. Виной всему российская привычка копить долги. Сегодня скандал разгорелся вокруг столичной ТЭЦ-2. 854 жилых дома, 67 детских садов, 24 больницы и 44 школы. Все эти объекты получали тепло и горячую воду от ТЭЦ-2. Однако теперь поставка этих жизненно важных ресурсов оказалась под угрозой. Дело в том, что эта теплоэлектроцентраль относится к чувашскому филиалу компании ТГК-5, которая в свою очередь задолжала водоканалу более двух десятков миллионов рублей. 16 января около половины долга погасили. Однако водоканал все равно прислал уведомление. Если долги не выплатят, в полном объеме ограничит прием сточных вод от ТЭЦ-2. Станция это объект по производству теплово-электрической энергии. Соответственно мы производим химически очищенную и химобесоленную воду, которая нужна для подпитки котлов, производящих пары. Соответственно уже там пар, которая идет в турбины для производства электроэнергии и тепла. Поэтому у нас при производстве воды соответственно есть и стоки, на которые вот сейчас у нас водоканал хочет ограничить приемы этих стоков. Соответственно мы будем вынуждены сокращать свое производство. Первый шаг это конечно горячая вода. Если дальше будет этот процесс продолжаться, то следующим этапом будет уже сокращение по всем объектам производства. Это и тепло, электроэнергия. Чтобы не допустить подобных последствий, сегодня ТГК-5 нашла еще около 4,5 миллионов рублей на погашение долга. Пришлось пожертвовать средствами, отложенными на ремонтную программу. В компании сообщили, платеж уже в банке. Если деньги дойдут вовремя, то горячая вода в домах пока останется. Впрочем, на водоканале заявляют, даже если бы долг не погасили, то руководство никогда бы не пошло на то, чтобы оставить без тепла и горячей воды жителей. Я вам официально заявляю, как руководитель предприятия, что это не повлияло бы на технологический процесс приготовления горячей воды и процесс влияния на отопление. Это повлияло бы на бытовые условия работников ТГК, где прием стоков от хозбытового, от столовой, да, и где бытовые условия. Мы не закрывали бы основной процесс. Ну мы понимаем технологический процесс и важность этого вопроса. Но все должны понимать, что ТГК должно платить. Мы свои обязательства со стороны выполняем. Но у нас такие же ограничения вводят с энергосбит. Они себя выставили красивыми белыми пушистыми, а мы как будто здесь сидим монстры, да, просто монополия. В конечном итоге деньги, которые ТГК отправил сегодня, дошли. Вопрос снят. Правда, временно. Если компания вновь накопит двухмесячную задолженность, ситуация, вероятно, повторится. Так или иначе, сложилась подобная ситуация по вине злостных неплатильщиков. По данным на 1 января 2014 года задолженность потребителей за тепло перед ТГК-5 составила более 800 миллионов рублей. Сумма по чебоксарским должникам составляет более половины миллиарда рублей. ТГК-5 уже обратилась за помощью к правительству республики. Кроме того, письма направлены в прокуратуру Калининского района и администрацию города, сообщается на сайте компании. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.